В эфире информационная программа Пульс Города. В студии Владимир Гитманчук. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях пятницы. Сегодня начальник Кандалакшской полиции провел для журналистов пресс-конференцию. Темой встречи стали итоги работы стражей порядка за первое полугодие. Подробности в следующем материале. Преступность идет на спад. По данным начальника Кандалакшской полиции, за первое полугодие текущего года было совершено 9 грабежей. За аналогичный период прошлого года – 19. Краж из случаев мошенничества стало меньше почти в полтора раза. Выявлено 27 экономических преступлений. 10 правонарушений с начала года совершили несовершеннолетние. В 2011-м подобных случаев было 40. Раскрываемость всех видов преступлений составила почти 72%. Серьезную помощь в этом оказывает современная техническая база. В Кандаларском отделе, в дежурной части, у нас уже система ГЛОНАСС, космического позиционирования, она запущена. То есть уже висит электронная карта, уже видно, где находятся патрульные машины. При совершении уличного преступления, грабежа, разбойного нападения, на карте будет видно, какие наряды находятся наиболее ближе к этому району. То есть это помогает что? Своевременно направить наряды к этому месту. Поэтому мы технически уже к этому готовимся. Кроме этого, у нас работает уже десяток видеокамер, тоже по городу Кандалакша расположены. С их помощью раскрывались преступления. Используется современное оборудование и по линии ГИБДД. Тем не менее, ситуация на дорогах, по словам начальника Кандалакшской полиции, остается сложной. Водители все чаще нарушают правила дорожного движения, превышают скорость, выезжают на встречную полосу. А кто-то и вовсе садится за руль в нетрезвом виде. На 39% больше зарегистрировано дорожно-транспортные происшествия. В абсолютных цифрах с 28 до 39, в результате которых получило больше ранений. 47 человек, в прошлом году 40. Рост составил 17%. Погибли 11 человек. За управление в нетрезвом состоянии было задержано за полгода 197 водителей. В прошлом году 191. То есть люди пить за рулем не перестали. После отчета об итогах работы Алексей Веремчук ответил на вопросы журналистов. Один из них был от имени жителей Невы-3, которые в понедельник пришли в ДК «Металлург» на сход граждан. К сожалению, тогда встреча полиции с населением по ряду причин не состоялась. Сегодня я пришла на сход граждан, чтобы задать вопрос, почему нет опорного пункта милиции у нас здесь, в поселке Невы-3. Безобразие у нас хватает на Невы-3. Соседи вообще беспокойные. И у детей пропадают велосипеды. По словам Алексея Веремчука, опорный пункт полиции на Неве-3 открылся по адресу Кировская аллея, 12. Там, где почтовое отделение, в этом здании, действительно, буквально в почте два или три дня назад я видел документацию по передаче этого помещения. Расчетные строительные сметы. То есть город сделал ремонт, и он нам это помещение передает. И для жителей Невы-3 там будет создан опорный пункт полиции. Так что жители микрорайона смогут обращаться со своими вопросами и проблемами в данный опорный пункт. Он работает по понедельникам, средам, пятницам и субботам с 18 до 20 часов. В военном городке начались работы по замене асфальтового покрытия. Обнадеживать водителей не будем, поскольку планы здесь не грандиозные, всего лишь дыры закатать. Как проводится ямочный ремонт проезжей части, смотрела сегодня целая комиссия. Пока здесь ни проехать, ни пройти. Как говорят в народе, все раскурочено. Но поскольку восстановительные работы уже начались, в скором времени на этом участке ненавистные автолюбителям проблемы будут устранены. По условиям договора с подрядной организацией, на фрунзе необходимо отремонтировать 362 квадратных метра. На большее, к сожалению, нет финансовых средств. На сегодняшний день мы работаем, готовим в основном пересечки, ну наиболее такие разбитые. Улица проблемная, под буквально сантиметровым, там двухсантиметровым слоем асфальта старого, который весь в кракелюрах, можете заснять. То есть практически эту улицу нужно перекрывать всю, но очевидно со средствами плохо, поэтому вот, ну во всяком случае, ездить по улице можно будет без проблем. Сейчас основная задача – убрать старое асфальтобетонное покрытие и заменить новым. Помощь пойдут ресурсы ДСУ-3. Насколько проезжая часть будет хорошей, судить впоследствии водителям и жителям окрестных домов. Ответственные за проведение работы обещают, что ямловушек теперь здесь не будет. Улица Фрунз – это специфическое место, потому что это раньше была булыжная мостовая. И ремонт вот этой улицы, она очень сложная, потому что более 300, 360 квадратных метров все-таки в этом году будет отремонтировано. Я думаю, собственно, Сафронов нас не подведет. Далее новости короткой строкой. Жители Кандалакшского района живо откликнулись на призыв оказать помощь пострадавшим от наводнения в Крымске. Накануне из нашего города ушла целая машина с вещами, медикаментами и предметами гигиены для южан, оказавшихся в зоне бедствия. Кроме того, с сегодняшнего дня Почта России начинает бесплатную пересылку посылок и денежных переводов. Отправить их в Краснодарский край можно будет совершенно бесплатно в любом отделении почтовой связи. В Кандалакше стало одним пешеходным переходом больше. Он расположен в районе 31-го дома по улице Кандалакшское шоссе. Помимо зебры и пандусов при подходе к нему, пешеходный переход оборудован также знаками со светоотражающей окантовкой. Средства на эти цели выделены из городского бюджета. Пешеходный переход на Кандалакшском шоссе организован по многочисленным просьбам родителей и учащихся пятой школы. Компания «Лукойл» планирует построить в Мурманской области пять автозаправочных станций, одна из которых разместится в Алакурте, где старую АЗС в этом году предполагается вывести из эксплуатации. Инвестиции нефтедобывающей компании в строительство заправок в нашем регионе составят более 300 миллионов рублей. Железнодорожный переезд 1195-й километр, это на автодороге Кандалакша-Полярной Зори, временно будет закрыт. Ограничение планируют вводить 16 июля с 11 утра до 3 часов дня. Связано это с производством ремонтных работ. По этой же причине, но уже 17 июля будет перекрыто движение через железнодорожный переезд 1076-й километр, который располагается за дворцом спорта. Коммунальные беды жители улицы Кировской вывели отчаявшихся людей во двор. Они обратились к нам в редакцию и прежде всего потому, что не первый год страдают от запаха нечистот. Многие убеждены, дело в наружных сетях, которые перешли от обанкротившегося Нива тепловодоканала на баланс отдела городского хозяйства. Подробности в следующем материале. Окна в квартире одной из жительниц дома 32 по улице Кировской постоянно открыты. На вопрос почему, в качестве ответа Оксана Александровна, прикрывая нос, приглашает нас в подъезд. А там неприятность, которую квартиросъемщики терпят уже не один год. Ситуация такая. На протяжении двух месяцев ужасный запах в подъезде. Дышим нечистотами, так сказать. Но не только в подъезде, проживаем мы на третьем этаже восьмой квартире. Запах тоже ужасный. Имею ребенка несовершеннолетнего, прекрасно понимаю, что это вредно для здоровья. Это все попадает нам вовнутрь. Обращались в отдел городского хозяйства. Он нас отправляет в службу по контролю управляющих компаний. Эта служба отправляет управляющую компанию и компанию управляющих. МОП недвижимость, якобы, это сети им принадлежат. А МОП недвижимость вообще телефон не поднимает. Ехать туда бесполезно, дверь всегда закрыта. Везде мы звонили. Везде звонили. Я, правда, секретарю позвонила. Она ответила, что звоните в мехслужбу. Там звонишь, там чуть ли не матом тебя посылают. Особенно, когда утром встаешь целую ночь, дверь вот эта закрыта, входная. И когда утром выходишь на площадку, это вообще невозможно. Дышать прям нечем. У нас целый день мы домофон выключаем, розетку. И целый день у нас сейчас пока тепло. У нас целый день открыта дверь. А так дышать невозможно. Особенно, кто живет на первом этаже. С 1 января нынешнего года 32-й дом по улице Кировской перешел из УК ЖКС в другую управляющую компанию. Ее работники приняли на себя полный набор всех коммунальных проблем. По решению данной предприняли определенные шаги. Дело в том, что ни контролирующими органами, ни обслуживающими организациями никаких мер не принимается. Имеется в перспективе администрация города запланировала ремонтные работы. По сетям водоотведения здесь, в ЖД районе. Однако, получается, что сейчас необходимо принимать меры временного характера. Пока не начались ремонтные работы, нужно постоянно, чтобы здесь откачивали сточные воды. Мы инициировали это уже с весны, потому что проблема началась непосредственно с весны. Во всей инстанции были написаны на письма. К сожалению, на наши письма были даны отписки, в том числе и прокуратуры. В отделе городского хозяйства сказали, что работа по устранению безобразия ведется. В этом году в железнодорожном районе в период подготовки к зиме будет произведена замена наружных старых сетей на новые пластиковые трубы. Это касается участков водоотведения на улицах Кировская, Спекова и Полярной Зори. Мы до этого не имели права тратить бюджетные деньги, потому что эти сети были в конкурсной массе. Наконец, вопрос решился. Сети были приняты на баланс администрации. 18 июня они переданы в оперативное управление отделом городского хозяйства. И, соответственно, какие меры у нас предпринимаются? Во-первых, был проведен аукцион и заключен договор от 19 июня по целевой программе, по долгосрочной целевой программе Минэнерго на ремонт сетей. И основную часть денег мы, естественно, потратим на то, чтобы отремонтировать, а установить новые куски канализационных и водопроводных труб наружных сетей, для того, чтобы избежать вот этих аварий. В следующем году мы точно так же в муниципальную программу по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду запланировали замену участков других сетей, будем предусматривать в бюджете. Ну, а так будем работать вот именно таким образом по пробивке сетей. Я просто хочу сказать, что когда пробивали вот коллектор на Кировской, и не один раз уже, то вытаскиваем оттуда, извините меня, тряпки, подгузники и так далее, и так далее. Просто жителям самим тоже нужно быть более внимательными и в канализацию, естественно, посторонние предметы не отпускать. О том, что в 32-м доме на Кировской воде не уходит в нужном направлении, а поступает обратно в дом, знает и депутат по этому округу Владимир Браерский. Жильцы 30-го и 32-го домов окружили его многочисленными вопросами. Коммунальные дела накопились и давно ждут решений. А затягивать никак нельзя, потому что такие проблемы постепенно становятся уже неразрешимыми. Так, например, затопленные подвалы ведут к разрушению фундамента строения. С бедами 32-го дома Владимир Сергеевич обещал помочь справиться. А жителям этого дома пока ничего другого не остается, как надеяться на то, что слова всех, от кого зависит решение проблемы, приведут к конкретным действиям, и ситуация станет благополучнее. Яркие цветы, ухоженные клумбы одним радуют глаз и поднимают настроение, другим помогают избавиться от целого ряда недугов. Методика эта называется гарденотерапия. Специалисты приюта Росток уже не первый год применяют ее в своей работе. А помогают им в этом ребята из детской эколого-биологической станции. Гарденотерапия – это особое направление психосоциальной, трудовой и педагогической реабилитации при помощи приобщения детей к работе с растениями. По утверждению психологов, в ней соединяются положительные воздействия работы на свежем воздухе, благотворное влияние красоты природы на психику ребенка. Ухаживая за цветами, дети преодолевают замкнутость, неуверенность в себе, да и просто радуются жизни. А именно этот факт и важен в реабилитации. Свою гарденотерапию сотрудники Центра социальной помощи семьи и детям росток назвали «Цветик-семицветик». Дети сажают сами растения, смотрят, как они растут, собирают потом семена, плоды и зарисовывают это все, ну вообще знакомятся с миром растений. И таким образом они сами высаживают и смотрят результаты своего труда. И причем этот результат напрямую зависит от их усилий. Это учит их заботливости, терпеливости, усидчивости вот таким вот качеством. Ну и благотворно вообще влияет на эмоциональное состояние детей. В этой деятельности сотрудники Ростка сотрудничают с двумя учреждениями – Сапатитским ботаническим садом и Кандилакшской детской биологической станцией. Сегодня 13 ребят из ДЭПСа провели благотворительную акцию – озеленили территорию около комплексного центра, чтобы в дальнейшем дети со слабым здоровьем ухаживали за растениями. Для начала дети, когда приехали, они перекопали участок, потом пропололи весь участок, пролили, разметили территорию определенную. То есть, ну чтобы декоративно данная территория смотрелась интереснее, то есть по центру высаживаются более высокие растения, по краю, чтобы создать какой-то более интересный образ, какие-то низкие растения. Сейчас вот они рассаживают цветочную рассаду, после чего они ее польют и оставят ребятам для того, чтобы в дальнейшем они в летний период за ней ухаживали. Занятия гардонотерапии проходят не только летом, но и зимой. Работники Ростка вместе со своими подопечными посещают эколого-биологическую станцию и там знакомятся с многообразием растительного мира. Далее прогноз погоды. Его представляет Восточный экспресс-банк. Сегодня ночью в городе и по району будет по-прежнему пасмурно. Ветер восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 16 градусов. Днем будет облачно. Дождь ближе к вечеру. Переменная облачность. Ветер восточный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление будет постепенно расти. 14 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Воскресной ночью ожидается переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 14. Днем будет облачно с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. 15 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды представляет Восточный экспресс-банк. Пункты выдачи кредитов. Город Кандалакша, улица Пронина, 24. Город Полярная Зорь, улица Ломоносова, 3. Восточный экспресс-банк. Банк, который рядом. На этом у меня все. Хороших вам выходных. И до встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин